приветствую друзья я виталий портников россия начала самую настоящую борьбу с соединенными штатами пытаясь не допустить американских усилий по стабилизации ситуации в странах центральной азии после вывода западных войск с территории афганистана это проявилось на ташкентской те конференции по сотрудничеству в регионе куда среди прочих приехал министр иностранных дел российской федерации сергей лавров и вот главное послание лаврова руководителям стран центральной азии не соглашайтесь ни на какие американские предложения в вашингтоне прекрасно осознают последствия вывода американских войск из афганистана это что это вт вывод как и стремительное продвижение войск движения талибана по всей территории афганистана может дестабилизировать ситуацию в соседних странах можно сказать уже дестабилизирует поэтому соединенные штаты проводят собственные достаточно интенсивные контакты с руководителями стран центральной азии в частности совсем недавно государственный секретарь соединенных штатов энтони блинкен встречался с министрами иностранных дел таджикистана и узбекистана и обсуждал с ними возможность взаимодействия очевидно что соединенным штатам было бы выгодно создать собственные военные базы на территории стран центральной азии по крайней мере на время когда будет осуществляться вывод войске когда будет стабилизироваться ситуация в самом афганистане с юридической точки зрения эти базы появиться не могут таджикистан союзник россии член организации договора по коллективной безопасности узбекское законодательство в принципе запрещает размещение иностранных военных баз на территории этой страны но можно создавать какие-то логистические объекты которые не будут военными базами но тем не менее станут важными источниками стабилизации в ситуации по крайней мере покажут тем же талибами или другим афганским радикалам что если они прорываются на территорию того же таджикистана или узбекистана это грозит им серьезными столкновениями с соединенными штатами что это будет не просто удар по душанбе или ташкенту но и удар по вашингтон именно этого и хочет избежать москва потому что для нее то что в таджикистане и узбекистане будут надеяться не только на российскую айна американскую помощь удар по собственному представлению оппозициях в регионе россии очень важно чтобы таджикистан узбекистан и другие страны центральной азии могли вопросов своего выживания своей безопасности рассчитывать только на россию и между прочим именно поэтому российское руководство поддерживает постоянные контакты с руководителями движения талибан вовсе не для того чтобы стабилизировать ситуацию в афганистане и в регионе вообще а совершенно с другой целью для того чтобы координировать с талибами общее действие по дестабилизации ситуации в регионе это с одной стороны и общая борьба российского руководства и талибов соединенными штатами мы прекрасно понимаем что для путина и для талибов соединенные штаты это общий враг и на этом фоне путин радостно закроет глаза на террористическую сущность движения талибан ну а с другой стороны можно обсуждать с талибом какие-то дестабилизационные шаги по отношению к таджикистану узбекистану туркменистану кыргызстану и уже затем мы предлагать центрально азиатским странам свою помощь и тогда когда подлинные союзники москвы талибы будут содействовать дестабилизации ситуации в этих государствах таким образом россия просто манипулирует ситуации в регионе не понимая что подносит фитиль к самой настоящей бочке с порохом если все загорится загорится и на самой российской территории очевидно что это будет серьезный удар по российской стабильности но вот это желание насолить американцам она всегда гораздо важнее для российского политического руководства чем любые мысли о стабильности в регионе о собственной стабильности мы это уже прекрасно знаем весьма любопытно что сергей лавров также пытается отговорить центрально азиатские страны от возможности хотя бы временного приема тех афганцев которые опасаются мести со стороны талибов за то что старались строить цивилизованное государство на на территории которая не контролировалась этим радикальным движением до вывода американских и других западных войск речь идет о тысячах людей которые возможно потом будут отправлены в соединенные штаты но необходимо время для юридических формальностей для проверки для выдачи виз соединенных штатов и сейчас соединенные штаты ведут переговоры о том чтобы таджикистан узбекистан и возможно казахстан приняли часть этих людей на своей территории до момента пока эти граждане получат возможность допуска в соединенный штат и россия делает сейчас все возможное чтобы сорвать эти договоренности американцев с представителями стран центральной азии казалось бы почему это же уже не военная база но понятно почему во первых это вообще отношение к людям такое я бы хотел вам напомнить о судьбах тысяч людей которые сотрудничали с советским режимом в афганистане установленным после оккупации этой страны советскими войсками в 1979 году и о том как этих людей большую их часть бросили на произвол судьбы после вывода советских войск в афганистане и судьба очень многих из этих людей она была мягко говоря незавидно конечно это были разные люди были сообщники режима которые участвовали в репрессиях и убийствах но были и обыкновенные граждане которые просто жили в это время на территории афганистана работали не были представителем каких-либо радикальных движений не были членами про коммунистической партии многие из этих людей кстати говоря бежали в западные страны их там приняли первый в истории афганский космонавт у него лавочка овощная кажется в германии и это тоже говорит о том как в советском союзе в россии относятся к людям которые казалось бы должны считаться героями с точки зрения советского и российского исторического мифа что миф это одно люди это другой ну и затем совершенно очевидно что речь идет о тех людях которые уже знают что такое демократическое развитие конкуренция свободное выражение мнений всего этого в последние десятилетия в афганистане было больше чем в таджикистане узбекистане и казахстане вместе взятых а поэтому россии тоже не выгодно чтобы эти люди вообще появились на территории стран центральной азии она пугает руководителей этих стран местью талибов дестабилизации очень простое отношение к происходящим только самим защищать опасности которые сами же и создают и плевать на людей которые могут пострадать и погибнуть спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на него подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в патреоне который помогает нам развивать проект удачи